Окружные парламентарии уходят на каникулы. Финальным аккордом стала сессия. Они провели ее сегодня. Парламентарии подвели итоги работы и внесли изменения в бюджет на 2014 год. Как всегда, основной акцент сделан на социальные вопросы. Они касаются обеспечения детей-сирот жильем, социального обслуживания граждан и другие. Алина Ваучейская с подробностями. Начали сессию с приятного. За вклад в развитие региона и активную жизненную позицию, почетную грамоту собрания депутатов получили 9 жителей округа. Далее – работа по повестке дня. В ней 30 вопросов, большинство – социальной направленности. Так были приняты ряд законопроектов, касающихся муниципального жилищного контроля и жилья. Мы понимаем, что жители округа, жители севера должны жить в благоустроенных квартирах. Поэтому сегодня на сессии внесены изменения в грудной бюджет. И за счет дополнительных доходов, которые мы получили от работы на Харягинском месторождении, на условиях соглашения о разделе продукции, было выделено на программу жилища порядка 400 миллионов рублей. Рассмотрели и одобрили изменения в закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот. Так студенты-сироты будут освобождены от оплаты коммунальных услуг. Кроме того, сироты теперь смогут сами выбирать, где им жить. Изменения, вносимые в 94-й договорный закон, предоставляют детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот право выбора предоставления жилого помещения по договору социального найма по месту жительства детей-сирот в соответствующем населенном пункте на территории Ненецкого автономного округа. Приняли ряд законопроектов, приуроченных к 70-й годовщине победы над фашистской Германией. Так был одобрен закон об использовании копии знамени Победы на территории Ненецкого округа в дни празднования юбилейного торжества. Поддержали депутаты и законопроект о поддержке родственников, участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Родственникам воевавших, которые умерли до 12 июня 1990 года, будет оказываться поддержка в натуральной форме. Поддержка подразумевает изготовление, доставку и установку памятников. Такими полномочиями будут наделены администрации муниципальных образований округа. Всего подлежат по нашим, скажем так, подсчетам, таким мерам свыше 500 человек. Муниципальные, сельские муниципальные образования будут, соответственно, уточнять эту работу. Мне кажется, что мы действительно все вместе должны решить эту проблему. Это касается большей части нашего старого кладбища. И поэтому я полагаю, что данная мера поможет решить эту проблему. Кроме того, парламентарии приняли изменения в закон о бюджетном процессе в Ненецком округе, господдержке некоммерческих организаций, которые занимаются социальной деятельностью и другие социально значимые законопроекты.